Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнетбай, и сегодня я расскажу вам, почему горчит вейп и по какой причине это происходит. Первая причина может быть связана с тем, что у вашего испарителя закончился срок его службы. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах. Случается-то из-за того, что на нагревательном элементе, будь то сетка или спираль, со временем появляется небольшой слой нагара, который и дает этот неприятный привкус гари. Чтобы продлить срок службы вашего испарителя, делайте следующие вещи. Используйте жидкость с содержанием глицерина не более 60%, так как жидкость с большим содержанием глицерина не успевает хорошо пропитывать ваш испаритель. Не делайте длинные затяжки по 10-15 секунд, так как хлопок не успевает пропитываться жидкостью, и вы быстрее словите гарик. Если у вас мод с настройкой мощности, не экспериментируйте с фатажом, поскольку при большой мощности спираль очень сильно нагревается и сжигает хлопок. Если же вы парите обслуживаемые атомайзеры, то есть всего три причины, по которым вы можете чувствовать привкус гари. Первая это визуальная. Вам нужно снять купол и оценить внешний вид хлопка. Если он черный, значит он сгорел, и его пора менять. Если после замены хлопка у вас все еще остается привкус гари, значит все дело в спирали. Они у вас устарели, и их нужно менять, так как после одного дня использования они могут покрываться нагаром и давать этот противный и неприятный привкус. Если вы заменили хлопок и заменили спирали, и у вас все равно остается привкус гари, значит дело в намотке. В момент установки намотки убедитесь в том, что ножки обрезаны под корешок, и сама спираль не касается ни одной части внутренней базы. Если после всех наших советов у вас все равно остался привкус гари, то напишите нам об этом в комментарии, и мы попытаемся решить эту проблему вместе. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нетбай, и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании.